Леонидос Фрэнк Чейни родился весной 1883 года в Колорадо-Спрингс. Он был одним из четверых детей глухонемых родителей, общаться с которыми приходилось при помощи пантомимы и мимики. Отец Лона был парикмахером, мать работала учительницей в школе глухонемых, и когда ее свалил ревматизм, парню пришлось оставить школу, поскольку у семьи не было денег на сиделку. Тогда он учился в четвертом классе, и вот на этом образование будущей звезды немого кино закончилось. Когда младшие сестры подросли и смогли взять на себя дела по дому, Лон нашел работу реквизитора в местной опере. Вот с этого момента театр стал его вторым домом. Он от природы был прекрасным танцором и комиком, и в 19 лет впервые вышел на сцену в любительском спектакле, после чего отправился в турне с труппой музыкальной комедии. Во время этих гастролей он познакомился с 16-летней певицей Клевой Крейт, они выступали вместе и очень скоро поженились. Однако, несмотря на то, что в семье появился ребенок, который, повзрослев, пошел, кстати, по стопам отца, брак оказался несчастливым. Клева начала пить, и в 1913 году попыталась покончить с собой прямо в театре, глотнув ртути. Она выжила, но голосовые связки были повреждены, и с карьерой певицы было покончено. Ченни после этого окончательно порвал с женой, он подал на развод и получил опеку над ребенком. Но вот эта история погубила и его театральную карьеру. Лон ушел из театра и решил попробовать себя в новой тогда индустрии шоу-бизнеса – синематографе. Нельзя сказать, что в павильонах немого кино его приняли с распростертыми объятиями. Кинематограф довольно долго в упор не хотел видеть Лона Ченни, и актер перебивался маленькими ролями в короткометражных комедийных фильмах, где блистали такие звезды, как Чарли Чаплин, пока, наконец, не нашел свою, тогда никем не занятую еще нишу. Образы, требовавшие кардинального перевоплощения с помощью пластического грима. Пряча под гримом свое настоящее лицо, Лон Ченни снялся в более чем 150 фильмах, играя всевозможных уродов. Он умел перевоплощаться так, что никто не мог его узнать. Каждый новый герой, которого он играл, был не похож на другого в Америке. Начало 20 века даже появилась шутка – «Увидишь таракана – не дави его!» Это может быть Лон Ченни. Получив прозвище «Человек с тысячей лиц», актер проделывал такие трюки, которые казались зрителю просто невыполнимыми. Чего стоит только один фокус с плотно привязанными к спине ступнями в фильме «Наказание» 1920 года, где Ченни играл безногого калеку. Сейчас такое снимают с помощью компьютерной графики, а ступни Лона намертво привязывали к задней стороне бедер, обрекая артиста на немыслимые мучения. Похожий трюк, только с руками он провернул в фильме «Неизвестный», в котором играл метателя ножей, притворившегося безруким, чтобы обмануть полицейских. Вот для этой роли Ченни научился ногами доставать из пачки сигарету, вкладывать ее в рот, потом также ногами доставать из коробка спичку, зажигать ее и прикуривать. Помимо коллег, Лона Ченни интересовали и роли чудовищ. В фильме «Сделка вслепую» он блестяще сыграл получеловека-полуобезьяну. Потом был «Горбун» из Нотр-Дама по роману Виктору Гигуо, где Лона исполнил роль Квазимода, благодаря чему фильм стал самой кассовой картиной в 1923 году. А чуть позже грандиозный успех у зрителей получил призрак оперы, в котором Ченни сыграл главную роль, самостоятельно создав себе необычный грим, который был еще и ужасно болезненным. В лицо актера было вживлено много посторонних металлических предметов, а в рот искусственные зубы. Вот все эти эксперименты с внешностью подорвали здоровье актера. Из-за дешевых и некачественных линз его сильно у него ухудшилось зрение, от фокусов с частями тела у Лона искривился позвоночник, а после работы над фильмом «Гром» в 1929 году у него начались серьезные проблемы с горлом, когда на съемочной площадке он вдохнул искусственный снег из измельченного гипса. С рассветом эпохи звукового кино Лона Ченни практически стали забывать. Он стал лихорадочно изучать новые возможности киноискусства, и первой его работой стала озвучка «Призрака оперы». Были досняты новые эпизоды и переделан монтаж. Он успел сняться только в одном единственном звуковом фильме, ремейке немого кино «Несвятая троица», где сыграл сразу трех персонажей – «Чревовещателя», «Эхо», «Старушку» и ее «Попугая». Этот проект для Ченни был выбран специально, чтобы показать вокальные таланты актера, и что звук никак не помешает его карьере. Увы, здоровье не позволило актеру продолжить блестяще начавшуюся карьеру в звуковом кино. В 47 лет у него был обнаружен рак гортани. Судьба словно наказала его за то, что, будучи актером немого кино, он вдруг заговорил на экране. Когда стало известно о его состоянии, студии MGM, где прошли последние пять лет творческой жизни Ченни, пришлось нанять дополнительных телефонисток. Фанаты буквально обрывали студийный телефон с предложениями помощи. Но, к великому сожалению, эта работа оказалась последним его творением. Выдающийся актер ушел из жизни 26 августа 1930 года в Лос-Анджелесе. Его тело похоронили на кладбище в Форест-Лаун. В 1957-м был снят фильм «Человек с тысячей лиц», основанный на фактах из жизни актера, где роль Ченни исполнил Джеймс Кэгни. А в 1994-м на Аллее славы в Голливуде появилась звезда Лона Ченни. Продолжение следует...